говорите о проблемах значит признавать что они есть в эфире спик-шоу легко сказать как будет жить и развиваться тольятти об этом мы на телеканале тольятти 24 рассказываем каждый день в наших новостных сюжетах в интервью в специальных репортажах да и в студии этой программы говорили об этом не единожды ну что ж поговорим еще раз потому что информационный повод есть в городе началась работа на так называемой визуальной карты развития тольятти составе участников преимущественно молодые люди и некоторые из них сегодня здесь и примут участие в обсуждении но для того чтобы погрузиться в тему я предлагаю сейчас посмотреть наш новостной сюжет в тольятти приступили к созданию визуальной карты развития города сроком почти на сто лет вперед чтобы обсуждение стало действительно широким организована целая серия стратегических сессий в онлайн и офлайн форматах первая дискуссия состоялась очно на площадке бизнес-инкубатора и собрала представителей общественно-политических некоммерческих организаций профессиональных и научных сообществ на данный момент на первом месте находится автомобиль наша цель сделать так чтобы в будущем на первом месте находился пешеход на втором месте общественный транспорт и только на третьем велосипеде владимир шишло 18 лет но он планирует в каком городе хочет жить когда ему будет за 60 говорит сейчас для этого самое время города такая система живая и все процессы все изменения они происходят не моментально если мы хотим что-то поменять в будущем если мы хотим сделать тольятти более конкурентоспособным на фоне всех российских городов и даже возможно европейских то нужно уже сейчас задумываться о том что нужно менять с хозяйской точки зрения к развитию тольятти подошли и представители союза женщин россии нужны мероприятия также по очистке волги по благоустройству набережной по озеленению города экологически хотелось бы чтобы мыли дороги тротуар каждый день нужны мусорные контейнеры для раздельно раздельного сбора мусора в кварталах нужны организованные площадки по выглу собак впрочем прекрасную половину человечества волнует не только утилитарные вопросы на данный момент я вижу нехватку реабилитационных ресурсных центров для женщин в трудной жизненной ситуации так как эта проблема довольно глобальная масштабная и она имеет довольно такой латентный характер то есть не каждая женщина пойдет жаловаться жаловаться соседям если будет такой ресурсный центр то это даст подспорье на развитие здорового общества в дальнейшем также участники первой сессии предложили новые сферы для развития рабочих мест отток населения у нас столяйте происходит из-за того что мы сейчас не имеем возможности дать им молодым ребятам новую профессию которая даст им возможность комфортно существовать здесь которая даст им возможность путешествовать живя здесь для тебя нужно создавать семью живя здесь и цифровые как бы креативная индустрия которых мы который я представляю они способны дать возможность это произвести сейчас с креативной индустрией дают почти 5% ВВП России. Первая стратегическая сессия объединила представителей самых разных молодежных организаций и политических партий. Город должен быть современный, активный, экологичный. И поэтому сегодня как раз мы обсуждаем, что нужно сделать для того, чтобы он таким и был. Чтобы жилось комфортно и молодежи, и среднего поколения, и нашим пенсионерам. Гармоничное развитие, которое бы удовлетворяло требования всех возрастных групп, наверное, это основная задача, которую сегодня необходимо нам решать. Мы сегодня здесь итальятинцы. И главная задача и цель сегодняшнего мероприятия попробовать с помощью жителей Тольятти заглянуть за горизонт. Итак, в самом начале сюжета прозвучало, что карта создается сроком почти на 100 лет. Ну, на самом деле, до 2023 года и до 2055-20105 года. И надо сказать, что даже стратегия развития Тольятти у нас рассчитана только до 2030. Как я понимаю, я обращаюсь сейчас к участникам, речь у нас идет больше о намерениях, о том, каким может быть наш город, что для этого нужно сделать, какие проекты могут начать реализовываться уже сегодня. И вот о целях и механизме реализации самой идеи я сначала попрошу рассказать Александру Александровичу Дроботову. Вы, как я понимаю, инициатор. На самом деле, у нас большая команда, которая об этом думала уже давно. И вот в этом году есть как раз десятилетие агентства стратегических инициатив, есть такое агентство федеральное, где как раз перед регионами, в том числе перед Самарской областью, была поставлена задача по вовлечению городских сообществ в создании долгосрочных планов развития территории. Это прямо вот сейчас для федерального центра является основным большим трендом. Почему? Потому что те стратегии, которые уже сейчас есть, они не отвечают, по большому счету, тем вызовам и рискам, которые возникают по ходу. Пандемия, какие-то санкции, воздействие внешнего фактора. То есть мы должны больше видеть и развивать именно понимание, так как мы бы развивались самостоятельно, используя ресурсы и внешние, и внутренние. И чем дальше возможно планирование, тем больше маневр появляется в тактическом плане. То есть понимая, что будет через примерно 20-50 лет, мы можем быстро измениться через 3, 5, 10 лет. Мы еще 5 лет назад никто не мог предугадать, какая пандемия у нас случится в 2019 году. Появление COVID-19 и все такое. А вы на 100 лет вперед заглядываете. Это, в принципе, было и 10, и 20 лет назад предсказано. Чем больше растет население, тем больше рисков пандемии возникновения. То есть это вполне предсказуемо. Правильно я понимаю, что визуальная карта – это такой банк идей? Почему она визуальна, кстати? Это будет реально выглядеть в виде карты? Вот сегодня буквально была у нас конференция межрегиональная между экспертами и общественными представителями ОСИ. И на самом деле для многих органов власти, региональных и местных властей, в 85 регионах, проблема понимания, что, собственно, происходит в рамках уже существующих стратегий, национальных проектов. То есть мы их или чиновники их фактически не видят. Они видят сугубо свой объем информации, свой отчет, а вот большой фактической картой, куда бы они могли прийти, на первый этаж администрации, либо в Думе, увидеть, где они находятся, куда нам идти, карточку взять, увидеть, ага, вот источник финансирования, а вот куда нужно прийти через 5 лет. И для глав городов это большая-большая проблема. Это на самом деле запрос и снизу, и сверху, чтобы была визуальная картинка, постоянно действующая, куда можно подойти и посмотреть, где ты находишься. Хорошо. Сейчас я бы хотела попросить некоторых из участников ответить на вопрос, какие, собственно, проекты они предлагают, чем они занимаются, ну, какой флажок вот в эту карту, они как воткнут, нарисуют и так далее, какую метку там поставят. К Динаре обращусь, у нас единственная девушка, хотелось бы вас послушать. Вы являетесь координатором проектов фонда социальной инвестиции. Расскажите, чем конкретно вы занимаетесь, что уже реализовано и что вы предлагаете на будущее? У нас очень много направлений деятельности, если обобщить это, мы помогаем людям, попавшим в трудную ситуацию. У нас там юридические консультации, восстановление документов, продуктовая помощь. Ну и в целом, любое, вся наша деятельность завязана на волонтерском штабе. И сейчас мы разрабатываем единый портал, который объединял бы всех желающих помогать, инициативную молодежь. И хотелось бы, конечно, чтобы это было при поддержке администрации города, чтобы этому порталу было доверие у населения. И у каждого человека есть потребность делать добрые дела, хорошие дела. Это как-то, ну, очень так позитивно настраивает, потому что мы проводим такую школу волонтеров, куда приходят люди, и они, ну, задают элементарный вопрос. У каждого человека есть свои ограничивающие убеждения, почему он не может это делать, почему он боится это делать. И мы как равный-равному такой принцип. Мы делимся своими историями, мы рассказываем реальные события, которые происходили у каждого. И как-то, ну, привлекаем больше народу. Проблема в том, что это не информируется как-то более масштабно. Хотелось бы, чтобы волонтерство стало таким трендом, что ли, нашего города. У нас город молодежи, у нас город предпринимателей. У нас, кстати, есть еще один представитель волонтеров в студии. Это Владимир Шишлов, руководитель направления Великой Победы, Торетского отделения волонтеров Победы. С чем вы пришли в этот проект? Да, абсолютно верно. Но я пришел сюда не с волонтерством, я пришел сюда с транспортом. Про волонтерство Динара все прекрасно рассказала. Я пришел поговорить о транспорте, да, потому что, ну, развитие любого современного города, мегаполиса, так или иначе связано с улицами, связано с транспортными средствами. И если 10-15 лет назад тренд был на то, что у каждого должен появиться личный автомобиль, что вот каждый день я на работу буду на нем ездить, то сегодня уже с каждым днем все больше российских городов. Многие европейские города уже перешли на совершенно другую модель транспортного развития. Да, автомобиль может быть, даже, наверное, должен быть у каждого, но не обязательно должен на нем ездить каждый день, да. То есть город вполне способен построить такой общественный транспорт, чтобы быстрее, комфортнее, безопаснее было ездить именно на нем и экономить свое время, деньги и нервы, прежде всего. Ну, это хорошая идея и понятная. Но а что вы предлагаете для того, чтобы ее осуществить? Или чего вам не хватает? Что вы хотите получить в результате, участвуя в этом проекте? Ну, конкретно я хочу получить, так же, как и любой житель города Тольятти, более комфортное средство передвижения, а то, как это достичь, ну, большинство российских городов, когда начинают транспортные реформы, они начинают с избавления, да, с уменьшения количества маршруток. Вот буквально на этой неделе, вот только за эту неделю, две мэрии сообщили о том, что они будут снижать количество маршруток и постепенно от них отказываться. Это Новосибирск, это Омск, да, то есть за эти последние годы в России таких городов уже больше десятка. И мы сейчас говорим не только о Москве, о Санкт-Петербурге, да, это и Белгород, это Тверь и многие другие города. Ну, пересадить автомобиль на Тольятти на велосипеды – это новаторская идея, скажем так. Но что-то в этом есть, потому что экологические электромобили те же самые. Ну, возможно. Дмитрий Давыдов, победитель конкурса «Молодой предприниматель России», наставник федеральной программы «Ты предприниматель». Уж для предпринимателей в Тольятти сейчас чего только не делается. Я пришел, обратил внимание на культуру общества и поведение в нашем городе. И понимаю, как периодически, ежегодно выделяется бюджет в эту сферу, да, и в основном куда он у нас тратится? На культурно-массовые мероприятия. Но после того я заметил, что культурно-массовые мероприятия проходят, а культура общества, она не поднимается. Это все наглядно видно после проведения мероприятий. Если деньги, которые выделяются в бюджет, если будут направлены на образование, на повышение интеллигенции, на правила этикета среди населения, то мир начнет меняться. Наша Самарская область выглядит как сердце, и мы это сами прекрасно понимаем. И Тольятти – одна из основных артерий этого сердца. А сердце, что это у нас? Это любовь, это энергия. Когда человек или предприниматель любят свое дело, он создает колоссальные вообще вещи. Я здесь услышала в ваших рассуждениях слово «бюджет», и хочу на него отреагировать, потому что любая мечта, любой проект – это, конечно, замечательно, но надо понимать, откуда брать на него деньги. Есть ли эти деньги в городском бюджете, есть ли вы обращаетесь к чиновникам, к администрации города. То есть надо понимать, какое-то устройство политическое, экономическое, городское. Есть такое представление? Я сейчас хочу спросить об этом у председателя молодежного парламента. Он тоже у нас здесь присутствует. Это Владислав Сельченков. Владислав, вы, наверное, в эту тему погружены больше всех. Владея этими знаниями, как вы видите развитие Тольятти? Вы знаете, наверное, в первую очередь я вижу, что город станет через 10, 20, 30 лет опять таким же молодежным, движовым и будет развиваться в инновационных направлениях. Несмотря на то, что городской бюджет сейчас не самый большой за промежуток времени, деньги все же есть, и многие проекты, которые развиваются у нас в городе, находят свое призвание. Но, несмотря на это, в наш городской округ нужно привлекать инвестиционные средства. Что мы сейчас видим на данный момент? У нас в городе звучат лозунги, что нашей молодежи негде учиться, негде работать, негде провести свое время, справить как-то досуг. Но на самом деле тенденции меняются, и я думаю, что в ближайшие 10 лет ситуация будет еще положительнее, чем на данный момент. В настоящее время мы знаем, что у нас действует 6 высших учебных заведений. У нас развивается особая экономическая зона. Работает успешно технопарк в сфере высоких технологий Жигулевская долина, которая является региональным оператором Сколково. Наши заводы, которые были построены еще в советское время, успешно функционируют, развиваются и работают по сей день. То есть сказать о том, что у молодежи работать негде, я считаю, что так уже говорить не стоит. Если мы посмотрим на городскую биржу труда, мы видим, что работодатели городского округа предлагают мест намного больше, чем есть на них желающие. Поэтому от негативной повестки нам нужно уходить не только городским властям, но и всей молодежи, всем людям. Потому что если мы будем дальше находиться в этом негативе, то мы из него и не выйдем в ближайшее время. Молодежный парламент в настоящее время работает над тем, чтобы сплотить ту незанятую молодежь, которая вообще находится в городе, и которая не может себя найти. То есть я вот, да, буквально пять лет назад тоже думал, что я, возможно, уеду из Тольятти, потому что вижу только негатив. Но уже много-много лет я понимаю, что я из этого города уезжать не хочу. Я хочу, чтобы он развивался, развивался вместе со мной, и усилия для этого все свои предлагать. Я думаю, коллеги меня, в принципе, в этом поддержат. Здесь есть мой коллега, руководитель молодежного средства массовой информации КВА «Медиа» Кирилл Штапаков. Вот только что прозвучала такая мысль, что звучат лозунги, есть мнения. Но средства массовой информации, они, в общем-то, должны формировать определенное мнение. Вы этим занимаетесь как раз. Получается у вас? Да, смотрите, я сейчас услышал от людей, которые выступали до меня, основную проблему, которой мне хватает информационная деятельность и продвижение их проектов. Потому что обо всем, что мы говорим, в принципе, благая инициатива, да? Но нужно это донести, нужно преподнести, нужно сделать тот формат, который будет удобен аудитории, на которую нацелены эти преобразования, эти проекты. Поэтому сейчас, уже за два года командой молодежного СМИ нашего выработана модель молодежного СМИ, когда инициативная группа молодежи собирается, делает планы, на свои ресурсы создает контент. То есть к нам уже создан довольно большой контент, больше 30 или 40 репортажей. Это электронная СМИ, да? Да, это электронная СМИ, интернет, основной ресурс для молодежи, основная подача идет туда. Уже выработана модель, которую можно расписать чек-листом, чем мы и занимаемся сейчас, и передать эту модель в регионы, передать на всю Россию, где уже на местах начнут ее реализовывать такие же инициативные ребята, помогать проектам на местах, продвигаться в социальных сетях и помогать, в принципе, доносить идею. Потому что молодежь у нас, честно сказать, не знает о том, что происходит в городе. Она поэтому и уезжает. Потому что, грубо говоря, центры региональные и федеральные, они по информационной повестке работают быстрее, чем муниципалитеты. И поэтому нам нужно создавать свою новостную повестку, свою городскую повестку, где молодежь будет видеть то, что здесь что-то происходит, здесь можно куда-то сходить, можно пойти в молодежный парламент, предложить свои инициативы, можно пойти в фонд социальных инвестиций, помочь кому-то, можно повысить культурную грамотность населения, и можно записаться в волонтеры Победы. Можно заняться самообразованием, в конце концов, но, видимо, для этого просто желание нужно, вот и все, и ничего больше, потому что возможности интернета есть у каждого. Заходи, читай все, что хочешь, получай любые знания. Но вот вы в своем средстве массовой информации уже рассказали о том, что создается такая визуальная карта развития горшинства, вот проходят такие сессии, и как можно в них поучаствовать? Да, мы освещали очную сессию стратегическую, которая проходила. Мы освещаем деятельность молодежного парламента. Надеюсь, что будем освещать и деятельность фонда социальных инвестиций, когда проекты будут реализовываться. В принципе, уже мы со всеми работаем. Если есть какая-то информация, есть инфоповод, есть то, что реально полезно, что реально надо, мы всегда готовы включиться в работу, и поэтому включились в визуальную карту города. Хорошо. Сейчас я предлагаю посмотреть еще один сюжет. Он будет уже о следующих сессиях. Мы вот в первом сюжете рассказали об офлайн-сессии, об очном совещании, таком заседании, обмене мнениями, стоялось уже несколько онлайн-сессий. Давайте посмотрим, как это выглядело. Сильные и слабые стороны – Тольятти. Их поиск стал темой второй стратегической сессии по созданию визуальной карты развития города. Прошла она в онлайн-формате и собрала экспертов и просто неравнодушных горожан. Самое большое богатство – это люди пока, в ближайшие десятилетия, и удобная территория для проживания и логистические маршруты. Самое хорошее, прекрасное будущее для Тольятти – это создание здесь торговых, логистических хабов для мировой экономики. Своё удобное расположение на перекрестке всех дорог Тольятти уже начинает использовать. Строится мост в районе Климовки. Во второй половине этого года планируется начало перевозок грузов по новой железнодорожной ветке, проложенной к особой экономической зоне. Однако активные тольяттинцы мыслят на годы вперед и говорят, что для успешного развития города нужно еще больше. Многие горожане, подключившиеся к сессии по голосовой связи, продолжили тему развития комфортной городской среды. Такой, из которой не захочется уезжать. По оценкам Агентства стратегических инициатив, Тольятти входит в десятку лидеров по уровню гражданской активности. Но не числится в топе городов, где эта активность дополняет действия органов власти. А ведь именно планы, построенные людьми вместе с главами городов и регионов, сейчас проще всего привлекают на территории большие финансы и государственные проекты. «Будущий глава действительно должен быть таким человеком, который сможет объединить наше городское сообщество, в том числе и элит. Без объединения, без какой-то социальной ответственности ничего хорошего не будет. Даже если смотреть по различным масштабным мероприятиям, которые мы делаем, мы строим скверы в последнее время и делаем дороги, в большинстве случаев все равно ожидаемого результата для горожан, того, что они ждали, вау, там, не знаю, такие проекты, не всегда получается». Предложения по развитию Тольятти продолжат собирать. Присоединиться к участникам стратегических сессий можно в Телеграме, вступив в группу ТЛТ-стратегия 2023-20105 или на портале Лидер.айди. Результатом дискуссии станет карта, на которой будут показаны цели, ресурсы и направления развития города. Документ передадут будущему главе. Но при этом разработчики карты надеются, что она станет основой для передачи опыта и подготовки последующих управленческих команд Тольятти. Итак, мы видели, как обсуждаются сегодня сильные и слабые стороны Тольятти. Но, как я понимаю, помимо всего прочего, цель создания карты развития еще и в передаче некого управленческого опыта от одного руководителя к другому, потому что мы видим, что у нас меняются главы города, меняется состав администрации, даже губернаторы меняются. Ну, то есть, что-то все изменяется, особенно если мы стараемся, там, пытаемся заглянуть на 50-100 лет вперед. Как же должно происходить вот это делегирование полномочий в исполнении проектов, о которых, вот о некоторых из которых мы только что говорили? Да, ну, мы тоже, опять же, здесь не первые в данном вопросе, потому что в рамках Клуба лидеров России и общероссийском, и региональном этот вопрос поднимался. И вот сейчас сформируются отдельные конкурсы региональные. Допустим, в Унмуртии тоже конкурс лидеров России регионально проходит, но там одним из принципов, зачем он проходит в регионе, для того, чтобы выращивать для себя будущее поколение управленцев, которые научатся передавать друг другу проекты, друг другу управление, беречь ту территорию, на которой они находятся. Не жить пятилетками, такими ущербными, когда ты вот пришел, что-то поделал, убежал, а дальше приходит другой руководитель, не знает, что ты делал, почему ты это делал, делает что-то свое. То есть не происходит накопление вот этого положительного опыта. Это крайне неэффективное расходование ни времени, ни нашего, ни управленческого, ни бюджетного ресурса. Поэтому, конечно, когда у тебя перед глазами висит постоянно обновляемая карта, ты видишь, что происходит, ты видишь, что уже сделано, куда нужно еще довложиться, тебе проще включиться в уже существующую работу и внести, конечно, свои краски, свои акценты, свои какие-то новые проекты, не мешая тому, что уже делается, а лучше усиливая и дополняя. У нас есть еще один представитель молодежного парламента в студии Никита Марында. Я считаю, что преемственность поколений в этом вопросе очень важна, потому что если говорить про эту карту, то мы предлагаем предложение на 50 лет, на 100, так, как это делает бизнес. Потому что если мы говорим о предложениях, допустим, на 5 лет, то тогда мы будем выполнять только существующие проблемы на данный момент, а не будем развиваться, и это будет застой, а впоследствии деградация. А вам через 50 лет сколько будет, простите? Мне через 50 лет будет 70. Ну так вам что интереснее, то время, когда вам будет 70, или то, пока вы сейчас молоды, активны, и у вас много интересов, совсем других, чем 70? Я считаю, что важно любое время, и когда 20 и 70, просто интересы будут разные. Так как я сейчас занимаюсь общественно-политической жизнью, и впоследствии собираюсь продолжить это, то, скорее всего, я и буду реализовывать часть из этих предложений, и включил там, например, такое предложение, как проработка вопроса о строительстве железной дороги Тольятти-Димитровград, чтобы впоследствии появилась скоростная железная дорога Москва-Казань-Тольятти-Самара. А если мы говорим про Самаро-Тольяттинскую агломерацию, то это также позволит создать скоростную железную дорогу в сети Самара, Тольятти, Сызрень, что существенно позволит сократить время в пути. В чем Тольятти нуждается сегодня, и каким вы хотите видеть его в будущем? Мне бы хотелось, чтобы каждый из участников сейчас сказал по паре слов на эту тему. Но главное, что должно быть сегодня, какие проблемы есть, что нужно решить прямо сейчас? Давайте прямо по порядку и пойдем. Я бы хотел сделать акцент на качестве городской среды, и рассказать немножко о проектах, которые реализуются вообще жителями города Тольятти. Недавно совсем Министерство строительства Российской Федерации подвело итоги индекса качества городской среды по всем городам в Российской Федерации. Это 1116 городов. И Тольятти и Жигулевск вошли в рейтинг с благоприятной городской средой. Мы это видим по нашему городу. У нас молодой город, Тольятти, широкие проспекты. В принципе, архитектура и градостроительная мысль была правильно заложена изначально, поэтому мы сейчас используем потенциал, который был изначально заложен. Но важно его поддерживать, и важно дальнейшее развитие города. Для того, чтобы город развивался, необходима инициатива. Инициатива должна исходить от жителей, от активного слоя населения, это молодежь как раз. Также важно участие в городском развитии некоммерческих организаций. И как я, как представитель территориально-общественного самоуправления, расскажу вот о инициативе жителей Комсомольского района. Сейчас будет проходить с 26 апреля по 30 мая всероссийское голосование за общественные территории по благоустройству их. И жители Комсомольского района разработали недавно проект по благоустройству лесопарка. То есть это проект называется «Экопарк на шлюзовом». То есть это то, что как раз сейчас можно сделать? Да, да, да. Это пример участия жителей города в развитии его и преобразовании той среды, в которой мы живем. Поэтому призываю всех участвовать в программах, привлекать федеральные и региональные средства в город, для того, чтобы города менялись, менялись в позитивном ключе и изменения отвечали потребностям жителей. Я, наверное, соглашусь, что нужно менять сознание наших людей, в том числе и жителей, и, несомненно, работать с молодежью. Чтобы... Я не постесняюсь таких слов, чтобы таких, как мы, было намного больше и гораздо больше. И я уверен, что талясницкая молодежь, она такая же инициативная, как и наши деды, прадеды, которые строили этот город. Но ее нужно как-то разбудить. И вот над этими способами мы будем, скорее всего, и работать в ближайшее время. Но я вижу город, это город-передовик, город-инноваций. Город, который всегда будет идти вперед и не будет... Опираясь на свое прошлое, и будет строить свое сильное будущее. Вот нашими сильными руками. То есть, обращаясь в будущее, вы предлагаете вспомнить опыт прошлого? Ну, не совсем. Нам нельзя про него забывать. Мы знаем, что Тольятти – это город больших проектов. И нам эти проекты забывать нельзя. Но строить нужно еще больше, чем строили наши предки. Владимир, вам слово. Да, поддерживая предыдущих ораторов, В Тольятти будет, я уверен, в этом городом свобода выбора. То есть, ни один эко-парк, я уверен, появится в будущем. Движ, про который говорил Владислав, тоже обязательно начнется. Ну и у каждого будет обязательно в плане транспорта выбор каждый день поехать. На личном автомобиле, на автобусе, либо там уже через 50 лет, скорее всего, электробусе, либо велосипеде. То есть, чтобы максимальная свобода, чтобы никуда не загонять. Чтобы общественный транспорт был комфортным, чтобы дороги были комфортные. Широкие проспекты у нас есть, все позволяет, никого ущемлять никто не будет. Да, и главное, чтобы были средства и возможности все это осуществить. Никита. Я соглашусь, что было сказано ранее. Правда, я считаю, что все-таки нужно опираться на уроки прошлого и идти в будущее. Я надеюсь, что дальше наш город будет экологичным и динамично развиваться. Мы станем, надеюсь, законодателями мировых трендов. Мы должны понимать, что каждый человек, живя в городе, он элементарно хочет хорошую заработную плату, красивую картинку за окном и широкую возможность своих действий. И поэтому все набережные, которые строятся, все скверы, которые сейчас строятся, повышение... У нас же Тольятти стоит на первом месте, по-моему, по возможности организации бизнеса. То есть нужно создавать рабочие места, в любом случае инициативу проявлять, создавать, благоустраивать территорию, которая у нас есть, которая, в принципе, как говорил предыдущий человек, возможна для перемен. И поэтому это все будет нацелено на молодежь, так или иначе, в первую очередь нужно начать с индивидуальных проектов, которые прямо сейчас есть у инициативной молодежи, начать их поддерживать внешними ресурсами, пускай муниципальными, лучше областными, еще лучше федеральными, но поддерживать любыми материальными, нематериальными советами, ресурсами, деньгами, неважно. Главное начать поддерживать, и чтобы молодежь знала, что она может пойти вон к тому человеку, он поможет это все доработать и даст на этом ресурс. Хорошо, благоустройство, о котором сейчас сказал Кирилл, это как раз к теме культуры, потому что мало построить, я считаю, набережные, и скверы, и разные другие замечательные общественные пространства с лавочками, и скамеечками, и детскими площадками. Надо, чтобы там, как говорят, движ какой-то был, чтобы там что-то происходило. Может быть, вот этим заняться в плане культуры? Да, вот этим надо заняться. Но в первую очередь, как предыдущий оратор говорил, сознанием людей надо заняться. Вот если они, ну, большинство жителей города Тольятти возьмут на себя ответственность, да, за действия, которые они делают, за все решения, которые они принимают, вот тогда начнется все меняться. И если пройти просто даже опрос по городу, и из ста людей задать простой единственный вопрос, желают ли они быть счастливыми, то все сто процентов ответят, что да, конечно же, желают быть счастливыми. А что такое счастье? Я вспоминаю просто слова из одной замечательной песни, что счастье приносит простые вещи, и в них сложно поверить, их легче забыть. Царь злому сказал, ничто здесь не вечно, но мы рождены научиться любить. И вот если вот, вот это ключевые слова, я считаю. Сразу видно, культурный человек, стихи прочитал. Спасибо большое. Динара, я сначала к вам обращусь, чтобы Александр у нас тоже какой-то итог подвел. Вы, поскольку занимаетесь такой социальной темой, вы, наверное, хотите видеть наш город, прежде всего, городом социального благополучия? Я хочу такую тему затронуть. У нас, мы говорим там про городской бюджет. У нас вообще, я так думаю, в этом году наш город Тольятти будет лидером по количеству выигранных проектов фонда президентских грантов. И это говорит о том, что у нас очень много идей социально направленных, и очень много людей, которые думают и, ну, сетуют об этом вопросе. Но никто не задумывается о бюджете населения города. У нас очень много предпринимателей, которые готовы финансировать и вкладывать в наш город. Мы раньше, члены первого месяца были по патриотичности. То есть каждый гордился, что я живу в Тольятти. То есть это говорили и этим кичились, что мы вот живем в городе Тольятти. Я думаю, что это осталось, и очень много патриотично настроенных предпринимателей города. И надо создать сообщество предпринимателей, которые будут готовы реализовывать проект социально направленный, без привлечения городского бюджета. У нас есть примеры живые. Мы вот в этом году реализовали там пункт обогрева. Можно убрать с улицы людей, которые неприглядно выглядят, которым можно помочь. И это было без привлечения средств бюджетных. Да, вот это как раз пример проекта, который уже реализован и уже принес пользу, пусть и небольшому количеству людей, но тем, кто и нуждался. Он же не только помогает реализовывать помощь старикам, ветеранам. Если у нас был бы большой волонтерский штаб, он мог бы быть привлечен и в строительство эко-парат. Это люди, которые безвозмездно готовы тратить свое время на какие-то добрые, хорошие дела. И это люди, которые патриотично настроены, у которых не лодыри, не сидят, не просиживают свое время перед телевизором. Они очень идейные и позитивно настроены и готовы своим примером заражать других. Говорили-то мы на самом деле об одном, о взаимоотношении молодежи и власти. Молодежь говорит, услышите нас, власть готова идти навстречу. И вот вся эта визуальная карта, это все вот про это на самом деле. Вы согласны? Ну, абсолютно право, потому что получается такой мостик легальный, который позволяет и молодым ребятам, и экспертам сообщества там, соответственно, все свои проекты проектировать. Органы власти, опираясь на это мнение, заявляться на какие-то большие проекты. Почему? Сейчас на самом деле большая борьба идет за федеральные ресурсы. Мы давайте не будем рассматривать свой бюджет, а будем смотреть, к чему подвигает нас федеральный центр. Он говорит, вы знаете, делайте проекты, любые, придумывайте, и заявляйтесь на бюджетные лимиты, либо на другие дополнительные источники финансирования. У нас есть ВПРФ, у которого просто миллиарды денег на разные инновационные вещи, на любые, электрокары, новые двигатели, химпредприятия. То есть лишь бы у вас был проект. Дайте что-нибудь, мы с этим будем вместе работать. Это одна тема. Вторая тема, так как я больше профилю занимаюсь инвесторами, предпринимателями, к нам обращаются иностранные инвесторы, в том числе, которые говорят, у нас есть оборудование, дайте проект, мы привезем свое оборудование абсолютно бесплатно, реализуйте, давайте создавайте совместное предприятие. У нас есть рынок сбыта, дайте свою продукцию, мы будем ее продавать. То есть на самом деле вопрос в коммуникации и взаимодействии. Не надо наш бюджет маленький трогать. Все нормально. Есть ресурсы, которые можно взять, и это будет на благо и города, и предпринимателей, и городского сообщества. Динара сказала, фонд президентских грантов, и на самом деле не хватает идей. Их готовы финансировать различные источники. Среди молодежных идей есть Росмолодежь, которая финансирует социальные проекты молодежи. Среди некоммерческих организаций это фонд президентских грантов и другие. Даже есть частные компании у нас в Тольятти. Поэтому на самом деле не хватает идей, которые люди готовы двигать самостоятельно, а средства на это есть. И я тоже там несколько у меня уже социальных проектов реализовано. Я и привлекал через форумные компании, через фонд президентских грантов. И с коммерческими структурами на самом деле очень приятно работать. Есть дефицит идей, человеческого капитала. И важно, чтобы он оставался в Тольятти, и чтобы сюда приезжала молодежь, чтобы реализовывать эти крупные проекты. Ну что ж, говорить, конечно, легко. Понятно, что нужно и делать, и присоединиться к обсуждению, активно проявить себя действительно может каждый. Адрес сегодня уже был указан, lider.id.ru. Так что никому не возбраняется поучаствовать в судьбе города. Успехов всем. А мы об этом обязательно расскажем. На сегодня все. Всем спасибо за участие. Еще увидимся. АПЛОДИСМЕНТЫ